У нас развивается детский спорт. Я недавно проводил митинг, так вот, одно из требований было отвернуть детскую больницу, допустим, которой у нас нет, у нас дети сейчас находятся в обычной взрослой больнице, лежат. Да, я, конечно, понимаю, что это было выведено из контроля района, это находится в министерстве, но вы, как глава района, обязаны просто туда вникать и заставлять министерство это делать. То есть нам нужна детская больница, чтобы дети лежали не во взрослой больнице, а в коридорах добавок, что им места не хватает. Насколько вам известно, сейчас идет уменьшение коих мест, а у нас, наоборот, еще мало того, что пыль сокращается, так еще и детей туда отправляют из-за того, что нет этого места. Стравпунктом 6 поликлиники тоже, почему у нас приезжает человек, и ему только сделают, наложат гипс, а если что-то серьезно отправляют уже к хирургу, нету травматолога. Качественная, вообще, проблема с медициной, она просто ужасная в городе Булакова. И вы сказали по поводу детского спорта, вот у нас, чтобы ребенок, да, из школы Олимпийского резерва, у нас же 600-й в городе Булакова есть тогда, это была программа там, программа Путина по всей стране, она происходила, почему у нас, чтобы ребенок пошел в школу заниматься, он должен ехать в Саратов два раза в год на комиссию, или здесь отдавать по 12 тысяч. Онкологический центр, как сами знаете, в городе Булакова у нас лидер в Саратовской области по онкологии, что-то сделано, у нас один онколог, насколько я не ошибаюсь, в городе у нас увеличилось, нет? Вообще, вот, собирали комиссию со всеми старшими врачами, они сидели там, у них все хорошо, у них все плохо, они просто об этом не говорят, пытаются, чтобы их не уволили оттуда с работы. У нас на самом деле есть несколько шоу Олимпийского резерва, был промежуток времени, когда врач, спортивный врач, женщина уже достаточно в таком серьезном возрасте у нас уволилась, ушла просто уже на пенсию, сейчас подобран другой специалист стороны здравоохранения, и вопрос прохождения медицинской экспертизы, или там наших спортсменов, он налажен, не скажу, что это достойно, буквально две недели назад, когда мы сюда приглашали, именно по развитию здравоохранения, место с депутатами, место с партией «Единая Россия», приглашали сюда заместителя министра здравоохранения, где четко высказались о своей позиции развития здравоохранения с 4 Балаково-Балаковского муниципального района. Эта информация есть у нас в публичных источниках, где мы четко определили свое видение, что Балаковские поликлиники должны быть межрайонным центром, не только для города Балаково-Балаковского района, они могут включать по постановлению и ближайшие районы, что фактически сейчас и происходит. Это Духовницкий, это Хвалынский, это Краснопартизанский и Пугачевский район, тем не менее к нам приезжаем. И мы предлагаем сделать здесь центр поликлинический. Что касаемо городской больницы, это тоже самая больница, мы ее называем на данный момент и видим ее как сердечно-сосудистый центр. Если третьего уровня поликлиника, второго уровня. Если вы читали программу по здравоохранению, то там мы на данный момент пока рассматриваемся в проекте именно по первому уровню поликлиники, а центр по второму. Наша позиция, консолидированная вместе с депутатами, была поликлиники второго уровня, совершенно с другим оснащением оборудования, совершенно с другим финансированием за услуги, и то же самое сердечно-сосудистый центр третьего уровня. Нас, я считаю, что услышали. Уже была большая межведостная комиссия в Министерстве здравоохранения с поддержкой депутатов, в том числе и областной думы, где нам уже добавляют оборудование для оснащения, и надеемся, что будет принято решение, о котором мы высказывались касаемо здравоохранения. Да, на самом деле главные врачи не скрывает, и Овсяников Александр Юрьевич говорит о том, что наличия врачей недостаточно. Что мы сделали со своей стороны? Мы единственный город Саратовской области, который два года назад пошел навстречу врачам, предоставив им первое, гарантия на жилье, второе, именно сделали это депутаты городского собрания, это не их обязанность, но это право депутатов, они им воспользовались и считают, что сделали это совершенно правильно. Мы предоставили право тем, кто уже отработал положенное время, приватизировать квартиры. Второе, еще раз повторяюсь, предоставить гарантии, кто на это претендует в соответствии с законными основаниями. И третье, мы обратились к компании Фосагра, которая на протяжении двух лет выделяла по 5-5,5 миллионов рублей для приобретения 10 квартир только для врачей. Считаю, что такие комплексные меры сделаны ни в одном районе. Не скажу, что это 100% получилось успеха, но тем не менее мы на этот год отрабатываем новую модель, оплату именно интернатуры, с тем, чтобы врачи увеличилось. То есть, если по жилью первую часть мы сделали, сейчас мы отрабатываем именно интернатуру, чтобы было еще намного больше. Это то, что в рамках именно наших возможностей. По поводу мест, которых хватает, не хватает, во всяком случае, Шарабанова Татьяна Георгиевна, когда выступает, и мы это тоже проверяем в рамках своей компетенции, нехватки мест на данный момент не ощущается, хотя порог ОРВИ на данный момент у нас превышен на сегодняшний день. По поводу онколога, на сегодняшний день онкологи есть в городе Блако, онколог есть и в ФМБА, и мы проговорили, ну это бывшая медсанчасть 156-я, мы проговорили из ФМБА, чтобы они все-таки тоже усилили свою работу по онкологическим врачам. Ну и с учетом уже достаточно серьезного проекта, который реализуется по инициативе Вячеслава Федоровича Володина по строительству большого российского онкологического центра в городе Саратова, для наших жителей, которые имеют, получают и в последующем, это, к сожалению, зараза пока не останавливается, будут онкологически больными, надеемся, что будут получать самую лучшую услугу по здравоохранению в этой части.